Доброго времени суток всем! Сегодня мы с вами будем делать вот такую вот корзиночку в той же технике, джутовая филиграль. Автором этой техники, как я уже говорила, является Лера Пушина. Человек этот живет в наше время, живет в городе Ижевске, у нее есть своя страница в Одноклассниках. Вот это она создала такой вид рукоделия, очень прекрасный, очень интересный, творческий. И вот именно в этой технике мы сегодня с вами будем делать вот такую вот корзиночку. Она небольшая в диаметре, на выступающих частях где-то это 17-18 см. Вот здесь она украшена бусинками, тычинками. Сейчас я все расскажу, как это делается. Какая последовательность действий и вообще, что для этого нужно. Вот такая вот у нас корзиночка, симпатичная получилась. Что для этого нам нужно? Итак, ну в первую очередь, да, я хочу сказать о рисунках. Рисунки я рисую сама, но я далеко не художник. Поэтому мои рисунки очень некрасивые и схематичные. Вот так выглядит основной рисунок шкатулки. И таких у нас шесть. Ничего здесь сложного нет на самом деле. Просто такие вот овальные элементы и элементы более прямые. Вверху у нас, по верхней части, идет шесть сантиметров, как я и обозначила. В нижней тоже шесть сантиметров. Полная высота идет девять с половиной сантиметров. И есть расширение. Расширение идет восемь сантиметров. Оно идет на от двух с половиной сантиметров от верха и семь с половиной сантиметров от низа. Вот я здесь обозначила. Еще раз прошу прощения за такой рисунок, что он не очень эстетичный. Ну, как бы, как могу, так и делаю. Вот, соответственно, имея рисунок уже, основу для работы, мы его вставляем в файл. Вот такой файл, с которым мы и будем работать. Вот таким образом. На котором мы будем клеить нашу нить по контуру указанного мной рисунка, нарисованного. Итак, чем же мы будем делать эти грани? В первую очередь, что нам нужно? Обязательно клей. Я беру вот такой универсальный клей. Полимерный. Любой полимерный клей. Я работала и с клеем из Леруа Мерлен брала, не помню, как он называется. И с титаном работала. Еще с кучей подобных. Для себя разницы я не почувствовала. Поэтому я беру тот, который мне удобнее брать на данный момент. Он ближе всего у меня к дому. Я могу его спокойно покупать. Поэтому я беру его и переливаю вот в такую вот емкость. Она поменьше и ей удобно работать. То есть у нас обязательно есть сужение, дозатор, с помощью которого мы будем рисовать свои линии и пропитывать нить. Клей. Обязательно нужна иголка. У меня вот такая вот игла. Она, конечно, швейная. Швейная большая. Можете взять любую вязальную. Тоже не принципиально. Пинцет. Такой. Ножницы обязательно. Так вот поставлю, чтобы они остались. Шила. Для донышка. Вот у нас донышко идет. Кстати, на донышки хочу заострить свое внимание. Раньше я донышки делала только из нити. Либо резные красивые донышки. Но дело в том, что я живу в достаточно теплом регионе. И летом у нас очень высокие температуры. И если что-то кладешь в такую шкатулку, от теплоты она становится помягче. Если сейчас... Вот она, видите? А у нас температура доходит летом до 60-70 градусов на солнышке. В тени 40 бывает. И когда лежит какая-то вещь в шкатулке, дно провисает. Поэтому донышко я стала делать из картона. Беру достаточно плотный картон. Вот видите, я даже взяла, чтобы вам показать. Вот здесь. Он достаточно толстый и твердый. Его не согнешь. Вырезаю нужный мне диаметр из этого картона. И уже этот картон обклеиваю непосредственно джутом. Нашей нитью. Сами опорные конструкции я делаю из шпажек. Просто шпажки. Бамбуковые они продаются везде. Их достаточно много. Проблем с этим нет. И, конечно, это нить. Это джутовая нить. Обыкновенный джутовый шпагат. И с хозяйственным шпагатом я работала. И покупаю шпагат для вязания. Для вязания мне нравится больше трехниточный шпагат. Он более ровнее. Он потолще. Но он и смотрится более прочно, более эстетично. Обязательно любую нить всегда стираю перед работой. Потому что это соприкосновение с руками. Где она до этого была, что на ней было. Первое время я не стирала. И когда делаю изделие, у меня на пальцах оставались черные пятна. Мне это не нравится. Поэтому я стала ее стирать. Стираю я ее. Покажу сейчас. Вот в таких. Сматываю вот в такие мотки. Просто воду выкладываю в мыльную воду. Чуть-чуть тру между рук. Стряхиваю мокрым. Вот таким действием. Пока оно мокрое. И вешаю сушить. И все равно, видите, она получается где-то кудрявенько. Ну ничего страшного. Потом я все это перематываю вот в такие вот клубочки. Мне удобнее работать с ними. Я могу их положить в карман. Домашнего халата. И тянуть их оттуда. То есть мне удобнее работать вот так. Если вам тоже так удобнее попробуйте, то я рекомендую. Дальше. Что у нас для украшений? Помимо того, что у нас используется нить непосредственно. Остов, который мы делаем из шпажек. И картонки. Мы здесь используем много украшений. Когда-то давным-давно, раньше продавали вино монах. Не помню какой монах. И у него были вот такие бусики. Этих бусиков я набрала сколько могла. То есть и знакомые покупали, и мы покупали. Я как любая рукодельница. Что-то красивое, что-то такое, которое может пригодиться в хозяйстве, в рукоделии. Я, конечно, собираю как плюшки. И вот этих бус я набрала очень много. У меня лежат. И сейчас вот именно в джутовой филигране они мне очень хорошо пригодились. Конечно, я их распускаю, эти бусы. Вот такие вот бусинки получились. Вот из них я беру бусинки и тычинки. Тоже когда-то в свое время я занималась канзашей. Кто знает, это цветы из лент. И приобретались вот такие вот тычинки. Но так как они сейчас лежат за ненадобностью, я решила их все-таки использовать в джутовой филигране. И мне очень нравится, как они здесь себя показали. Я буду использовать этот метод. Здесь, когда я делала, я потом в видео дальше вам покажу. Здесь я разрезала именно на ручку бусины на две. На две полубусины. Делала я это ножом на обыкновенной разделочной доске. Вот. И здесь половинка у меня находится. Ну вот, в принципе, и все, что нам потребуется. А, финишное покрытие я делаю лаком. Лаком для бани-саун. Такой лак я приобретаю в Леруа Мерлен. Это акриловый на водной основе. Я работаю с ним очень давно. Работаю не только в джутовой филигране, но и в других видах рукоделия. Я из бумажных газетных трубочек плела под носом. И тоже покрывала этим лаком. Очень хорошо он себя показал. Вплоть до того, что свои изделия я могу не то, что мокрой тряпкой мыть. Я могу их даже мочить под водой, и с ними ничего не происходит. То есть, лак очень хорошо и прочно покрывает. Сначала клей. Когда мы клеем, пропитываем и покрываем сам рисунок, он уже защищает нить. И когда мы еще лаком дополнительно покрываем, то она становится водоотталкивающей и очень прочной. Сама по себе конструкция, вот кто первый раз будет делать, сама по себе конструкция очень прочная. То есть, она вот я давлю со всех сил. Она не деформируется никак. Вот ручка, видите, она вот так, если уж сильно не давить, она может ездить. А так конструкция довольно-таки прочная. Все, давайте приступать к нашей работе. Итак, начинаем делать нашу шкатулку. Вот я нарисовала схемку. Здесь у нас 6 см, вверху тоже 6 см. Здесь идет небольшое скругление, расширение. Вот это расширение, до этого расширения сверху 2,5 см. Само расширение шириной 8 см. То есть, вот здесь 8 см. Потом 7,5 см идет вниз и сужается до 6 см. Далее, смотрите, делаем как обычно. Мы выкладываем сначала нити по контуру. То есть, по всем основным контурам, какие у нас есть. Я сейчас все это покажу. А потом уже делаем наполнение внутри. Наполнение внутри для тех, кто только начал. Нужно делать прям вот контур выложили. И по контуру дальше сужение идет. Просто прокладывание нитей. Я делаю уже чуть-чуть по-другому. Это, наверное, для более опытных рукодельниц будет. Вот здесь я одну часть сделала. Если вы видите, я каждую следующую нить, кладя на контур, я ее поднимала вертикально. То есть, она была выше и выше. Я сейчас покажу, как я это делала. Но для тех, кто начинающий, кто только начинает это делать, Лучше просто прокладывать по контуру и последним контуром подчеркивать именно светлым джутом. Последнюю часть подчеркивать светлым джутом. Сейчас все покажу. Итак, как я и говорила, сначала мы делаем контуры наших основных линий рисунка. Обязательно, как всегда, я промазываю нить сначала клеем. Чтобы она фовталась, стала более жесткой, как проволока. Далее я начинаю вот с этого вот листика. Делаем первый контур. Мы промазываем по контуру. Потом укладываем. Вот таким образом. Обрезаем, обрезаем всегда под острым углом. Чтобы со стыковки нитки не было видно. Опять клеем, обводим контур. Таким образом. И приклеиваем нить контурную. Вот так. Вот так. Продолжение следует... 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 берем натуральный джутовый шпагат и делаем и обклеиваем эту картонку нашим джутовым шпагатом ну здесь уже достаточно все просто то есть сначала смажем кончик джутового шпагата потом закрутим этот кончик колесико кружочек который начинаем накладываем кружочек и начинаем его фиксировать вот образом все таким движением мы обклеиваем с этой стороны накручиваем потом переворачиваем с этой стороны делаем то же самое то есть готовим наши дни к шкатулке донышко готово донышко с двух сторон отмотали джутовом теперь она у нас готова теперь нужно сделать верхнюю часть верхний ободок шкатулки я нашла вот такую баночку у себя вот взяла от нее крышку она мне идеально подходит для этого сначала я отклеиваю ее скотчем для того чтобы потом быстро и легко снимать джут все теперь берем джутовый шпагат и обматываем им в три в три ниточки вверх три ниточки вверх потом в три ниточки вверх в ширину сейчас я покажу как я это буду делать и и и и и и Продолжение следует... 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 Здесь немножко подержим кончик, чтобы он зафиксировался хорошо. Вот таким образом я проклеиваю все шесть шпажек. Но я могу еще для закрепления эффекта смазать их клеем и пройтись еще раз рукой для того, чтобы они были более прочные, нитка между собой лучше соединилась и убрать, опять же, ворсистый шпагат. Вот таким образом. И все шесть штучек я делаю тем же самым образом и оставляем высыхать. Сделаем. Нужны будут наши заготовки, которые у нас уже готовы, их подготовить к основной работе. То есть у нас остался клей, его нужно будет ножницами обрезать там, где мы можем, там, где у нас есть доступные места. Мы обрезаем ножницами таким образом, убираем все, что нам мешает. А в тех местах, где мы не сможем ножницами, я все это делаю паяльником, чтобы работа была более качественной. Включая паяльник, нагреваю и таким вот образом убираю все шероховатости, неровности клея, которые у меня остались, чтобы в итоге получилась просто заготовка джутовая без остатков клея там, где они нам не нужны. Итак, мы сняли с нашей крышки ободочек, который будет у нас верхней частью каркаса. Его ножничками, остатки клея обрезаем ножничками. Вот таким образом. Если где-то торчит, просмотрите и уберите, чтобы это нам не мешало сейчас. Далее берем наше донышко. Диаметр у меня получился 11 сантиметров. Теперь я ставлю первую точку на донышке. Вот здесь она у меня будет. 11 сантиметров. Ставлю вот здесь точку. Здесь берем 5,5, то есть радиус 5,5 откладываем. От отмеченной точки мы опять откладываем 5,5. Это здесь. Опять откладываем 5,5. Здесь по всей окружности откладываем 5,5. Если диаметр 12 сантиметров, тогда 6 сантиметров откладываем. Так, здесь у нас 5,5. Получилось 6 частей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, на здесь у нас получился меньшая часть и значительно меньше. Сейчас я немножко их сдвину. Вот, тогда здесь у нас 5, здесь чуть-чуть тоже сдвину. То есть стараемся сделать одинаковые сектора. Почему они получаются одинаковые? Потому что у нас с вами не совсем идеальный круг. Поэтому вот такие огрехи могут быть. Я чуть-чуть их сдвину все. Вы можете другим карандашом себе отметить. В принципе, я уже на глаз вижу, что и как у меня будет выглядеть. Так, вот наши палочки, которые у нас. Что я делаю сейчас? Я беру первую точку и шилом делаю дырку, чуть отступая от края, буквально пол сантиметра. Я делаю шилом дырочку вот таким образом. И во все шесть дырок я делаю дырки шилом. Можно даже так сделать, чтобы они были побольше. Потому что палочки у нас толстоваты, чтобы они хорошо вошли. Мы их, во-первых, закрепим клеем, а во-вторых, чтобы они у нас прошли. Вот сюда. И таким образом делаем дырёхи. Ничего здесь сложного нету. Больше времени занимает процесс сборки, на самом деле. Я вот не столько делаю шкатулку, сколько собираюсь. Выставляю камеру, раскладываю, чтобы это было видно. Если что-то не нравится, опять переписываю. У меня, на самом деле, вот это занимает больше времени. А сам процесс не такой сложный. В своей видимости кажется, что сложно. На самом деле нет. Ничего здесь сложного нет. Так, берём. Ну, выбираем какую-нибудь тонкую сторону. Вот здесь у меня уже. Сейчас я чуть раздвину. И вкручивающими движениями я вкручиваю. Вот, пусть чуть ножка торчит, прям совсем немножко. Для того, чтобы, когда он ставится, у нас шкатулочка будет, у нас не вытиралось само донышко. Вот таким образом. Также следующую ножку ставлю. Тоже дырку хорошо раскрываю. Выбираю потоньше и вкручиваю её. Вкручивающимся движением тоже вот чуть-чуть она у меня будет. Вот таким образом. Ну, все шесть ножек мы таким образом с вами и проставим. Повторюсь, что ничего сложного здесь нет. Просто сам процесс занимает какое-то время именно вот собраться, подготовиться. Собрать эти все детальки, чтобы они все высохли. Чтобы были более-менее ровненькие. На самом деле процесс очень интересный, очень увлекательный, очень творческий. Я всегда всем рекомендую. Вам, мои подписчики. Делайте сами, как вы считаете нужным. Если вам кажется, что я что-то делаю не так, вы могли бы какой-то процесс, какую-то часть процесса сделать по-другому и улучшить. Послушайте себя и сделайте по-своему. Это всегда получается намного лучше, намного красивее, чем то, как вам говорят. Я уже чувствую сам вид рукоделия, как себя поведет нитка, как это будет лежать, как это будет смотреться. Поэтому я делаю по-своему. Вы можете чувствовать совершенно по-другому. Поэтому здесь ваша воля, ваше творчество. Единственное, я вам просто показываю инструмент, как это можно сделать. А какие-то нюансы вы даже можете сами. Так, здесь нам надо чуть-чуть их выровнять, чтобы у нас были они ровненькие, все-таки стояли ровнее. Закрепим мы их, конечно, клеем. Предварительно перед этим смазываем руки кремом, для того, чтобы клей у нас не цеплялся. Я смазала уже, поэтому не смазываю. Так, остатки клея где-то есть. И заливаю под каждую, под каждый наш столбик с обоих сторон. Вверху и внизу, для того, чтобы у нас она зафиксировалась и более прочно была. Мы сейчас, когда верхнюю часть будем клеить, вот, будет понятно уже. У нас клей будет везде свежий и мы сможем правильно и ровно это все зафиксировать. Сначала нижняя часть мы все хорошо. Так, теперь верхняя. вот мы сделали, где-то даже поддвинем, подольем. вот таким образом. И берем нашу верхушечку. Вот она у нас. Вот ее нужно приклеить и как раз здесь выровнять сам каркас, чтобы у нас ровненько с вами стали и ободочек верхний сам. И сами шпажки, наши основания, они должны стать ровненько. Вот чуть-чуть в эту сторону. Вот таким образом, да? Сейчас мы все это поправим, сделаем. Мы капаем на каждый. Клей. Так, убираем клей, провода, какие у нас получились. И еще раз хорошо обрежьте, чтобы в такой момент где-то будет торчать клей и он будет мешать нам сажать сам уводок. Так, и начинаем. Я начинаю ровнять с двух противоположных, да? Вот, на две противоположные сел. Следующие противоположные. Ага, видите, они немножко у нас получились покороче. Я их могу приподнять чуть-чуть. Вот таким образом. Вот это подлиннее. Значит, я приопущу. Вот. Сюда у нас уйдет. Здесь так, здесь так. И вот таким образом, ровняя, даже где-то придерживая какое-то время, потому что, чтобы сел ободок. Здесь что-то я вниз совсем ушла. Сейчас чуть-чуть приподниму. Или здесь сверху. Вот. И таким образом мы сажаем наш верхний ободок. Выравниваем все аккуратненько. И сажаем на него. Вот так у нас все тут уходит. Вот так. Вот так. Здесь у нас сел вот этот чуть-чуть. Вот. Все. Села. Села она у нас вот таким образом. Так. Мне кажется, что тут чуть кривовато. Сейчас я поправлю. Угу. Все. И в таком положении мы где-то подправив, где-то поправив, где-то опустив, где-то подняв ножки. Вроде у меня все тут ровненько. Сейчас я еще раз пройду. Вот здесь поправлю. Здесь. Вот здесь убегает. Здесь я еще раз ножку придержу. Вот. Сейчас у меня более-менее ровненько все. Так. Сверху посмотрела. Вот. И оставляем высыхать. Высыхать лучше, конечно, на несколько часов, чтобы это все хорошо скрепилось. И дальше мы будем уже с вами обделывать сам остов шкатулки уже непосредственно украшениями нашими. Вот таким образом. Но это все будет попозже, когда она немножко высохнет. Когда наша основа подсухла, теперь берем фен и нагреваем нашу бензу. Деталь стала мелкой. Вот видите, такой легко складывающийся. Деталь стала мелкой. И сейчас мы ее приклеиваем к нашей основе. Здесь. Наверное, все-таки лучше на основе. Здесь и здесь. Сейчас мы посмотрим, как она будет ложиться и туда лучше. Так. Дальше мы вниз. Если внизу чуть-чуть выступает, ничего страшного. Вот таким образом. Приклеиваем. И вверх вот так чуть-чуть подсаживаем ее. Даже не чуть-чуть, а прям много. Угу. 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 Таким образом хорошо приклеить. мне даже нужно чтобы она вверх немножко ушла чтобы она здесь была более прямая а сама ступенька выступ так бы я сказал он ушел вверх здесь мы делаем плоско здесь уводим его вверх вот таким образом если где-то не хватает клея мы его доливаем здесь делаем плоско верхушечку у нас таким образом периодически чуть-чуть подправляем чтобы она высыхала ровненько вот это нужно будет нам потом соединить с деталями но сейчас я буду следующую приклеивать там уже будет видно берем следующую бутылку хорошо прогреваем чтобы она прям мягко-мягко была очень поздательно нагревать она уже такая мягко-мягко рядом мажем и накладываем сначала низ всегда сначала клею низ по нему все буду равнять вот потом верхушку отгоняю вот это у нас опять же более плоско верхнюю часть здесь мы сразу можем соединить с вами боковушки таким образом какое-то время пока клей схватывается мы должны руками придерживать и корректировать это все чтобы было симпатично теперь здесь вот таким образом быстро их склеиваем легко ложатся вот таким образом и придерживаем какое-то время рукой чтобы эти части соединились между собой опять поправляем чтобы у нас основной основной вот этот наплывчик расширение шло к верху нашей шкатулки здесь мы немножко делаем плоским чтобы как бочоночек доформируем вот тот самый бочоночек вот таким образом придерживаем приклеиваем распрямляем добавляем клея если нам где-то нужно пусть даже у нас будут какие-то остатки мы их потом уберем мы потом еще все равно контрольный раз пройдемся и баяльником по всему по всей шкатулке вот видите у нас уже появляется вот такой горшочек вверх его берем следующую опять нагреваем здесь смазываю клеем здесь здесь могу здесь сразу чтобы у нас попытка схватывалась опять делаю низ потом к нему вверх так здесь видите мы уже смазали и она уже будет у нас схватываться приклеиваться вот и сверху чуть-чуть подержим смотрите такая она у нас получается с вами бочонком и вот таким образом мы все детали приклеиваем я не буду дальше снимать принцип понятия теперь когда мы приклеили все детали у нас есть кое-где вот такие дырочки где-то они очень гармоничные небольшие абсолютно не мешают где-то они прям такие вот сильно дырявые здесь вот ее абсолютно нету не нужно закрывать здесь бы я тоже не закрывала вот здесь большая дырочка здесь можно закрыть но если здесь вот можно здесь чуть-чуть я их закрываю очень просто я беру нитку шпагата как обычно я ее хорошо пропитываю клеем чтобы она стала жесткой и податливой в работе вот беру ту часть которая меня особо беспокоит просто элементарно делаю здесь да допустим где возьму вот здесь мажу клеем смотрю как лучше наложить наверное вот так сделаю и делаю какой-то незначительный узор да сейчас мы вот так дотянем сейчас я посмотрю как лучше вот так лучше сделать вот так наверное как-то вот так удаляю вот здесь он у меня уже будет закрыт я могу сделать еще одну ниточку таким вот образом промазываю также прокладываю вот у нас здесь получился такой незаметный переход но совершенно незаметно мы всего две ниточки наклеили и так проходим по всем стыкам где у нас нужно и и обязательно заклеиваем вот эти вот наши если где-то есть большие некрасивые дырки которые выдают да нашу состыковку нашей детали вот видите она стала симпатичная абсолютно не выдающие когда мы все шкатулка прошли все приклеили сейчас мы можем ее уже украшать для украшения я беру вот такие деревянные бусы бусины когда-то раньше продавалось вино красное монах по моему называется и у него были вот такие бусы я как любая рукодельница конечно набрала этих бус и все их складывала в отдельную коробочку сейчас я их достаю и работаю с джутом в джуте вообще эти деревянные бусины смотрятся очень хорошо сейчас что мы делаем и у меня есть такие тычинки тоже когда-то давно я занималась канзаши кто знает это цветы из лент и у меня остались вот такие вот тычинки я их никуда не могла использовать здесь я придумала вот такую интересную деталь то есть тычинки вставляю в бусину и сейчас в произвольном хаотичном порядке так как мне больше нравится я буду их вставлять в нашу шкатулку во-первых мне нужно их приклеить чтобы они были более плотно да я клей вливаю внутрь вставляю туда тычинку вот таким образом будет фиксироваться хвостик я отрежу беру любое место какое мне больше нравится для начала например мне нужно вставить сейчас вот сюда да в этот круг я решила вставить тычинку поправлю плотнее плотнее ее вставив здесь делаю в кружке клеем соответственно вставляю приклеиваю немного боком делаю чтобы вот было видно что у нас вот такая вот бусина с тычинкой соответственно держу какое-то время чтобы она у нас просто приклеилась также беру следующую здесь я решила что у меня будет такие фиолетовые тычинки они меньше поэтому я видела чуть побольше какое-то количество таким же самым образом добавляю клей в середину бусины вставляю тычинки не входит значит вкручиваем мне нужно чтобы хвостики вылезли помогу глупы ох ну ну клеится клей на пальцах остался оно у нас клеится так это абсолютно творческий процесс любые тычинки любое действие которое вам нравится и выбираю следующую я не хочу их слишком много слишком часто делать я например вот сюда вставлю вот сюда мне кажется будет неплохо здесь наклею сюда вставлю немножко раздвину таким образом хвостик пока вот так отведу я потом его обрежу просто сейчас чтобы они маленькие не выпали я его вот так сделала вот зафиксировала беру дальше например желтые тычинки тоже по две по-другому так вставляла или сюда клей вот подтянула беру следующий какой-то вот здесь допустим да мне нравится здесь дырочка красивая будет и отставляю сюда также я пока хвостики оставлю чтобы их потом обрезать здесь их еще зафиксирую вот в этом месте вот здесь его прям воткну постараюсь но не лезет значит не лезет значит этот хвостик возьму с изнанки приклею его к изнанке таким образом здесь подержу вот здесь у нас будет смотреть вот так и таким же образом вот так чуть вдавила вот и таким образом мы проходим всю шкатулку и в тех местах где мы хотим где нам кажется что будет очень красиво на наш вкус в любое место мы ставим таким образом вот такие вот бусины с тычинками у нас получилась вот такая вот основа шкатулочки сейчас нам нужно будет сделать к ней ручку я взяла просто чистый лист бумаги такой вот квадратиками потому что на нем полегче видно видимость лучше как всегда готовимся смазываем руки кремом обильно хорошо далее на этом листе мы отмеряем 22 сантиметра вот так вот у нас 22 сантиметра получилось и сейчас мы будем приклеивать фиксировать нашу ручку создавать ее для начала обязательно обильно опять же промазываем клеем наш джетовый шпагат для того чтобы он стал более жестче и пригладить все торчащие ворсинки вот единственное неудобство конечно при работе с клеем то что все равно он сильно клеится к предметам и к рукам в работе поэтому иногда это мешает но в этом случае нужно более часто и более обильно смазывать кремом крема я пробовала тоже разные всякие и сейчас у меня вот такой вот крем для рук но он не лучше не хуже всех остальных которые у меня были можно даже просто детским кремом он достаточно жирный достаточно впитывающий он не вредит рукам никаким образом защищает поэтому можете просто простым детским кремом так здесь у нас 19 22 где-то здесь вот так наклеиваем первую ленточку нашу отрезаем как всегда под углом положили рядом с ней клеем вторую ниточку последнее время пришла к выводу что лучше сначала нанести клея потом смазывать нить потому что клей немного подсыхает пока я мажу нить и становится более более вязким соответственно клеящего момента проступает больше чем обычно чем если бы я помазала и сразу начала клеить такого эффекта склеивания не было когда он чуть подсыхает он уже становится более вязким и более клеющим поэтому делаю так дальше вторую кладем также рядышком ниточку приклеиваем ее ручку не будем делать достаточно широкую и объемную потому что мы потом ее будем украшать бусинку и они придадут свой объем нам главное сделать просто остов основу так проклеила и третью ниточку мы положим сверху этих двух опять клеи здесь можно клея прям обильно нанести потому что у нас будет мало того приклеиваться третья и дополнительная склейка этих двух идет сверху так теперь опять мы смазываем нашу нить весь клей который остается на пальцах я его собираю и скидываю лучше вообще на отдельный листик рядом обычно у меня в работе вот кладу листик какой-то и на него скидываю остатки клея потому что когда на эту же на этот же файл скидываю потом все равно они подкатываются эти кусочки мешают работе сейчас я не приготовила дополнительный файл поэтому мне приходится скидывать на рабочий это не совсем удобно у меня здесь чуть-чуть работы немного поэтому в принципе это допустимо но я так не рекомендую делать так накладываем третью нашу ниточку вот так рукой можем провести вот она у нас вот такая отрезаем даем чуть-чуть подсохнуть прихватиться так а тем временем пока она немножко подсыхает я подготовила трехлитровую банку вот такую банку и обклеила ее пленкой пищевой здесь мы положим нашу ниточку которая у нас застынет именно в той форме в которой нам нужно ничего сложного просто пищевой пленкой обклеенная представить трехлитровая банка вот она теперь я снимаю наш чуть подсохший жультик ну и простым движением накладываю на трехлитровую банку и оставляю высыхать до полного высыхания ну можно несколько часов час-два может быть может быть больше смотрите вот здесь не очень ровно он как бы у меня перекручивается почему-то не обращайте на это внимание ничего страшного нам важно для то чтобы она просто создала нам жесткую такую основу для нашей ручки поэтому она перекрутилась и перекрутилась ее там особенно видно не будет ну и таким образом и все и я оставлю ее когда высохнет мы вернемся с нами итак наша ручка на банке высохла стала уже твердой мы ее снимаем она легко снимается вот получился такой облодочек мы берем нашу шкатулку уже практически готовую и теперь фиксируем на ней эту ручку я ищу место куда зафиксировать лучше так наверное вот где-то здесь ну смотрите чтобы место было я скрываю ее во-первых чтобы ее не сильно было видно вот здесь это будет а вторая часть у нас идет вот сюда то есть она должна быть у нас симметрично сейчас я еще посмотрю может быть где-то еще место найду вот сюда допустим тогда здесь у нас нет если здесь то здесь вот так ага все равно вот здесь да так таким образом мы закрепим сейчас ручку вот она у нас такая получилась нагнет сможем ее немного поправить вот и таким образом зафиксировать получается у нас небольшая ручка обыкновенно клеем также смазываем и фиксируем сюда вставляем вот таким можно прижать ее к какому-то элементу узора чтобы она более плотно взялась вот таким образом так и здесь у нас здесь у нас маловато само отверстие мы его сейчас немножечко ножницами расширим то есть мы его сейчас расширим вот таким образом сделаем вот так ну чуть-чуть просто также его клеим со всех сторон ручку и вставляем вот она у нас легко вошла и также оставляем на несколько часов высыхать да у нас очень много деталей которые требуют всего несколькиминутного взаимодействия при этом оставляем на несколько часов это все сохнуть ну именно потому что сама специфика рукоделия с этим связана мы не можем например сейчас начать украшать ручку когда она у нас не зафиксирована когда она у нас жестко плотно будет зафиксирована уже сидеть высохнет нам намного легче будет ее украшать и создавать какой-то из нее такой красивый элемент нашей шкатулочки наши корзиночки а сейчас когда она подвижна мы можем ее украсить что-то с ней сделать ну можем также ее сдвинуть невзначай неправильно как-то уложить все-таки я люблю когда это все жестко зафиксировано и украшением заниматься когда уже непонятна сама форма а не в тот момент когда она плавает и непонятно что с ней происходит вот таким образом приклеили с этой стороны и с внутренней стороны ее конечно же не видно нашу ручку пусть она высыхает хорошо скрепляется и как только она хорошо и устойчиво высохнет мы вернемся уже к украшению самой ручки и на этом в принципе наша работа будет завершена наша ручка высохла она стала жесткой такой вот достаточно сложно сгибаемой но сгибается она потому что она тоненькая дальше что мы будем делать дальше мы будем украшать саму ручку это последний этап в выполнении данной корзиночки и так обязательно смазываем руки кремом для того чтобы легче было работать с клеем берем две нитки в данном случае отбеленный джутовый шпагат и сам шпагат непосредственно промазываем их клеем обязательно во-первых чтобы они склеились между собой во-вторых чтобы нам пригладить все ворсинки которые будут мешать плюс у нас джут смотан в клубочки вот в такие я сматываю когда постираю и у них есть заломы и заломы эти всегда дают не очень хорошую ровность поэтому нам чтобы это убрать мы хорошо промазываем клеем клеем я промазываю значительную часть нити чтобы мне сейчас не отвлекаться опять на это бесконечно вот таким образом она склеивается между собой становится упругой вот мы промазали сделали такой шпагатик двойной себе и начинаем украшать нашу нашу ручку и так здесь вот у меня небольшая дырочка я сейчас кончик в клей обмакну и начинаю вот в эту дырочку вставляю наш двойной шпагат да чтобы он немножко приклеилась и начинаю его закручивать закручиваю вот таким образом просто такими крутящими движениями между волнами делайте сколько вам удобно витков это ваше творчество ваше желание я сделаю достаточно часто наверное я сделаю вот так хочу вот таким образом вот так я сделаю слушаю ну Отравняю, чтобы примерно были у нас равные изгибы, волны, как это вам удобнее будет. До этой стороны я докручиваю и, соответственно, возвращаюсь назад. Сюда я докрутила, немножко закреплю сейчас таким вот образом и пойду назад. Создавая такие вот, как крестики. Назовем их так, вот таким образом. Сейчас я посмотрю, как это будет выглядеть. Да, вот так, наверно. Если неудобно к клубочке перетаскивать, можно отрезать какую-то нить, потом ее соединить. Я решила помучиться. Я помучаюсь с этими клубочками. В принципе, не все так сложно здесь. Так, сделаем так. Вот так. Ну, ничего такого здесь не происходит. Просто нитку наматываем крест-накрест. Вот так. Очень хорошо смотрится. Мне нравится, как смотрится крест-накрест, поэтому я сделаю таким образом. Плюс у меня здесь уже нитка пошла непромазанная. Сейчас я еще промажу. Чем больше нить пробитана клеем и расправлена ворса, тем красивее она смотрится в итоге. Потому что, когда ворсится, как-то это не очень красиво смотрится. Ну, на мой вкус, да. Если вам больше нравится, когда она ворсистая, пожалуйста, почему нет. Ваше творчество, ваша фантазия. Итак, делаю так. Ну, возвращаюсь к исходному. В то место, с чего мы начали. Вот здесь, наверное, все уже можно. Я отрезаю, но отрезаю тоже по диагонали. Обратите внимание. То есть, вот таким образом. Диагональный надрез делаю. Конец обязательно пропитываю клеем. Промазываю его. Закрепляю. Закрепляю. Также можно вот в эту дырочку, которая у нас здесь есть, образовалась. Вот. Я все кончики туда прячу и их заправляю. И клеем. Пропитываю. Вот у нас получилась вот такая вот ручка у корзинки. Очень красивая. Так. И сейчас мы попробуем. Вот если я беру просто бусину деревянную и здесь буду ее крепить. Я уже пробовала. Мне не нравится. Она, видите, будет видно, что она как наклеена, наложена. Все-таки у нас здесь она как бы выходит из рисунка, но она выглядывает. Она не просто наложена на рисунок, а выглядывает. Поэтому я просто взяла доску кухонную, нож, и просто разрезала вот эти бусины на две. Вот таким образом сделала две бусинки. Две половинки бусинок. А когда я вот здесь буду накладывать, видите, она уже смотрится совсем по-другому. И здесь, например, тычинку я уже вставлю одну. Она уже будет смотреться красивее и она уже лежит. Лежит, а не просто торчит, находясь сверху. Итак, что мы делаем. Берем также тычинки. Но я возьму желтенькую тычинку для начала. Я вот эту тычиночку закрутила. Теперь я... Вот ямочка же у нас осталась. Я в эту ямочку добавляю клея. Сюда прикладываю нашу тычиночку. Помогаю себе таким образом. Хвостик отрежем. Он нам не нужен. Все. И теперь приклеиваю непосредственно на нашу ручку. Вот. Теперь мне нравится, как она смотрится. Она смотрится очень красиво. Абсолютно не видно, что это половинка. Она смотрится очень гармонично. Так. Берем следующую. Таким же самым образом. Промазываю сначала выемку. Вот эту вот. У бусинки. Да? У полу бусинки. Теперь беру какую-то тычинку. В данном случае фиолетовую хочу. Беру фиолетовую. Даже две. Пусть они будут побольше. Приклеиваю их. Отрезаю. То, что мне не нужно. Так. Здесь заправляем. Угу. Смазываем клеем. Можно непосредственно саму ручку. И прикладываем. Все. Здесь можно, чтобы она смотрела в другую сторону тычинка. Например. Вот это в эту сторону, а это в эту сторону смотрит. Вот. Теперь сделаем. Еще у меня есть вот такие маленькие. Маленькие я не стала разрезать. Я их могу. Ну вот я смотрю. Они здесь наверное тоже не пойдут. Они будут как торчащие. Не буду я их накладывать. Так. Сейчас сделаю вот такой большой. Большую тычинку. Угу. Опять кладу. Приклеиваю. Угу. Опять кладу. Приклеиваю. Вот. Можно даже немножко ее повернуть в бок. Вот таким образом. И она тоже хорошо будет смотреться. Вот. В первое время надо будет подержать, чтобы она приклеилась получше. Даже я бы. Да. вот так оставю. Здесь приклеиваем тоже допустим вот сюда она у нас будет смотреть. В другую сторону. Если где-то нужно подержите рукой подольше. Чтобы она схватилась у нас. Вот. Ну я думаю, что еще по одной вот здесь внизу сделать. И будет вполне себе ничего. Я наверное внизу сделаю все-таки вот эти вот маленькие. именно вот отсюда вот их пущу. Они будут очень красиво смотреться. Так. Здесь мы сделаем фиолетовую с желтенькой. И здесь фиолетовую. Ну у меня такие комбинированные сделаем тычинки. Здесь еще одну желтенькую. Здесь мы еще вот такую сделаем. Вот. Закручиваем. Можно даже тычинки вот сами пропитать клеем. Таким образом. Чтобы они схватились немножко между собой. Теперь непосредственно в бусинку. Приболело немного. Плохо все чувствую. Неважно. Так. Вот здесь получилась вот такая вот штучка. Хвостик отрезаем. Сажаем. И сажаем ее вот здесь возле ручки. Вот тут. Таким образом. Вот так. Чуть-чуть подержим, если этого требуется. вот здесь у нас будет тогда вот такая. И на эту сторону делаем такую же грядочку. грядочку. И грядочку из тычинок. Все. Тычинки поправили. Можем клеем пропитать немного. Вставляем. Отрезаем. Отрезаем. Еще отрезаем, если нужно. И теперь здесь делаем. Вот сюда. Или можно вот сюда вот повыше посадить. Здесь на ваше усмотрение, как вам больше понравится. но не принципиально вообще. Я сделаю вот так. Она чуть соскальзывает. Значит, нужно ее подержать какое-то время. Прямо зажать и держать. Я хочу уже убрать руки. Так, здесь мы тоже поправляем. Чтобы она у нас схватилась. Все полубусинки поправляем. И, в принципе, все. Это финальная наша работа с этой корзиночкой. Сейчас мы дадим ей немного высохнуть клеем, чтобы он схватился. Если где-то нужно, что-то еще пройдем подклеим. Потом в финале я обязательно еще раз прохожу паяльником. Все дырочки, все какие-то не увидев. Может быть, я раньше где-то не увидела. Может быть, сейчас клей буду добавлять. Где-то клей будет выступать. Обязательно прохожу паяльником. И делаю финишную обработку. Сначала я обрабатываю лак плюс вода в соотношении один к одному. И оставляю это просыхать на сутки. То есть, я обрабатываю всю корзиночку, непосредственно всю. Донышко обязательно. И с этой, и с этой стороны. Для того, чтобы оно было прочнее. Для того, чтобы оно было устойчиво к теплу, к солнечному свету, к воде. Если вдруг попадет вода. Но при обработке лаком с водой вода попадет. Ей даже сейчас не страшно на самом деле. Этот клей от воды не расходится. Она не разойдется в разные стороны у вас. После этого, когда я обработала лаком с водой, я обрабатываю просто лаком. Один слой лака высыхает где-то 6-12 часов. И второй слой лака. В итоге у меня получается три слоя. Грунтовка первая это лак с водой. Второе покрытие это лаком. И третье покрытие это лаком. И все. И после этого шкатулка уже готова. Но бывает, что я лаком тоже после лака. После финальной обработки лаком. Я тоже иногда прохожу паяльником. Потому что лак где-то, например, в маленькие дырочки затекает. И перекрывает их пленкой. Но не всегда. Иногда это смотрится очень красиво и очень уместно. Ну, поэтому это ваше творчество. Ваше желание. Как вы видите. Как вам больше нравится. Насколько у вас хватит сил и терпения. Это тоже как бы от этого зависит. Потому что в данном виде рукоделия, вот по крайней мере у меня, очень много времени уходит на подсыхание. Что-то приклеило, подсохло. Еще что-то приклеило, подсохло. И вот это подсыхание, чтобы клей схватился, уходит до нескольких часов. Но это необходимость. Для того, чтобы это смотрелось красиво, это должно хорошо высохнуть. В любом случае, при нагревании фена мы можем размягчить и куда-то повернуть, если нам что-то нужно. Но обязательно должна просыхать хорошо. Чтобы мы видели, что у нас получается, как у нас получается. Вот все, видите, здесь практически она схватилась, я ее подержала. Здесь тоже я чуть-чуть поддавлю. И даже добавлю клея, если я вижу, что это необходимо. Все оставляю на час-два. Клей чуть-чуть схватится, все, я обработаю и уже начну ее грунтовать. Вот мы и закончили делать нашу корзиночку. Я покрыла ее тремя слоями лака акрилового, вот такого для бани-саун. Она уже высохла, приобрела прочность. Вот видите, она стала очень прочной, очень красивой. Я желаю вам приятных творческих минут. Я желаю вам много-много вдохновения для изготовления таких изделий. Всего доброго, до встречи в следующем видео.